Не мешай, пожалуйста, я сейчас спортом занимаюсь. I play tennis all my life. Мне так понравилось видео, где ты занимаешься каратэ в одних своих трусах. For ladies. Ladies? Ты когда-нибудь вообще играл в мяч? Это слово встречается нам в виде поезда. Hi, I'm Eugene Solo and this is Ugly English. Сегодня мы поговорим про спортивные глаголы. Какие глаголы правильно употреблять с разными видами спорта? Как это делать правильно и не путаясь? Кстати, если не хотите пропустить следующую тему Ugly English, обязательно подпишитесь на мой канал прямо сейчас. И еще, тот, кто досмотрит это видео до конца, тот узнает маленький секрет, почему в Англии и в Америке футбол – это совершенно разные слова. Итак, как же по-английски сказать «заниматься спортом»? Это зависит от того, про какой спорт мы говорим. Но если говорить в целом о фразе «заниматься спортом», давайте посмотрим, какие варианты у нас есть. Первый вариант – это do sport. I usually do sport twice a week in a gym. Я занимаюсь обычно спортом дважды в неделю в зале. Don't bother. I'm doing sport right now. Не мешай, пожалуйста. Я сейчас спортом занимаюсь. Второй вариант – это play sport. What sport do you play? Каким спортом ты занимаешься? I play frisbee. Если мы хотим сказать, что мы тренируемся или кто-то тренируется каким-то спортом, каким-то видом спорта, то у нас тоже несколько вариантов. Итак, первый вариант – practice. Let's practice now. I don't need to practice. Давай потренируемся. Да, не нужна мне никакая тренировка. Следующий вариант – это work out. I guess you worked out. Кажется, ты тренировался. I never work out. Я никогда не тренируюсь. How often do you work out? Как часто ты тренируешься? Еще одно значение – это exercise. Помните, слово exercise – это упражнение, но как глагол to exercise – это заниматься спортом. Listen, I'm trying to exercise. Послушай, я пытаюсь потренироваться. Get some fresh air. Get some exercise. Тебе нужен свежий воздух и немного потренироваться. Еще одно значение – train. Тоже может быть знакомое слово. Как существительное – это слово встречается нам в виде поезда. A train – поезд. Но как глагол to train – это, конечно же, тренироваться. I should be training. Мне пора тренироваться. I will train as he trains. Я буду тренироваться так же, как он тренируется. Теперь посмотрим, как можно сказать заниматься спортом про другие виды спорта. Для индивидуальных видов спорта, но это такие спорты, которые не являются командой и в которые мы не играем мячом, то есть такие спорты, как йога, аэробика, гимнастика, мы используем глагол do. Do yoga – заниматься йогой. Do aerobics – заниматься аэробикой. Do gymnastics – заниматься гимнастикой. Вот со словом pilates у нас может возникнуть проблема. Почему? Потому что в британском английском и американском английском это слово произносится по-разному. Давайте послушаем. Pilates – так произносится в британском английском. Pilates – так произносится в американском английском. Такое впечатление, что это совсем разные языки и слова из разных языков. Pilates – заниматься атлетикой, легкой атлетикой или тяжелой – do athletics. Также глагол do используется с боевыми искусствами. Martial arts – боевые искусства. Do wrestling – заниматься рестлингом. Do judo – заниматься дзюдо. Do karate – заниматься карате. Do boxing – заниматься боксом. Do kung-fu – заниматься кунг-фу. Do fencing – заниматься фехтованием. All classes do gymnastics at school. Во всех классах занимаются гимнастикой в школе. My sister does yoga. Моя сестра занимается йогой. If you want to do fencing, you have to try harder. You have to want it more. Если ты хочешь заняться фехтованием, тебе нужно стараться сильнее. Тебе нужно хотеть этого больше. She fences. She plays chess. Она фехтует. Она занимается шахматами. На что я хочу здесь обратить внимание. Некоторые слова из тех, которые мы рассматриваем, они сами могут быть глаголами. Fencing – фехтование. Do fencing – заниматься фехтованием. Но также можно сказать fence – фехтовать. She fences – она фехтует. Fence может быть как видом спорта. Fencing – фехтование. И может быть глаголом. Fence – фехтовать. Like this video of you doing karate in your underpants. Мне так понравилось видео, где ты занимаешься каратэ в одних своих трусах. I don't want you to do wrestling. It's dangerous for you. Я не хочу, чтобы ты занимался рестлингом. Это слишком опасно для тебя. He never wrestled again. Он никогда больше не занимался рестлингом. Посмотрите на это слово. Do wrestling – заниматься рестлингом. И это же слово может быть глаголом. Wrestle – заниматься рестлингом. He never wrestled again. Он никогда больше не занимался рестлингом. То есть можно сказать как do wrestling – заниматься рестлингом. Или wrestle – заниматься рестлингом. Если мы говорим про игры с мячом – ball games. Или игры с другими предметами. С валанчиком, с шайбой. Для этих видов спорта мы используем глагол play. Play badminton – играть в бадминтон. Play football – играть в футбол. Play tennis – играть в теннис. Play chess – играть в шахматы. Play poker – играть в покер. Play basketball – играть в баскетбол. Can you play chess? Ты умеешь играть в шахматы. I play tennis all my life. Я играю в теннис всю свою жизнь. Remember the day when you were playing hockey at the skating rink. Помнишь тот день, когда ты играл в хоккей на катке? You ever play ball? Ты когда-нибудь вообще играл в мяч? If she gets his grades up, he can play soccer. Если он сдаст экзамены, то он сможет поиграть в футбол. В конце этого видео я расскажу, почему в Англии и в Америке футбол – это совершенно разные слова. Если название спорта заканчивается на окончании ing, то с этим видом спорта мы употребляем глагол go. Go skating – заниматься катанием на коньках. Go cycling – заниматься катанием на велосипеде. Go skiing – заниматься лыжами. Go swimming – заниматься плаванием. Go dancing – заниматься танцами. Go snowboarding – заниматься на сноуборде. I go cycling because it can help me burn calories. Я занимаюсь велосипедным спортом, потому что это помогает мне сжигать калории. Обратим внимание на слово «кататься на велосипеде». Cycle – он может использоваться как отдельный глагол. Я катаюсь на велосипеде в опасных местах. Итак, go cycling – заниматься велоспортом. Cycle – кататься на велосипеде. Также кататься на велосипеде – это ride a bicycle. You can't unlearn riding a bicycle. Ты не можешь разучиться кататься на велосипеде. My wife goes skiing twice a week. Моя жена занимается лыжным спортом два раза в неделю. I like skiing. Я люблю кататься на лыжах. Ski мы используем как глагол. Это и лыжи, и кататься на лыжах. Это одновременно и существительное, и глагол. Давайте посмотрим на те слова, которые мы не можем употреблять с глаголом go. Хоть я вам раньше говорил, что название спорта, в котором есть окончание ing, используется с глаголом go, но есть виды спорта, для которых это не работает. Do bodybuilding – заниматься бодибилдингом. Do boxing – заниматься боксом. Do weightlifting – заниматься тяжелой атлетикой. Do fencing – заниматься фехтованием. Do wrestling – заниматься рестлингом. Часть из этих слов мы можем отнести к боевым искусствам, а вы помните, что для боевых искусств мы используем глагол do. По поводу гольфа можно сказать play golf – играть в гольф, или go golfing. Когда мы говорим go golfing, мы подразумеваем, что гольф – это не спорт, а такой вид отдыха. I'm going golfing this weekend. Я собираюсь позаниматься гольфом на этой неделе. В описании к этому видео вы найдете ссылку со всеми материалами, которые мы сегодня обсуждали. Также у меня для вас есть домашнее задание. Напишите в комментариях, каким спортом вы занимаетесь. Напишите это по-английски. Напишите, используя те слова и фразы, которые мы сегодня разбирали с вами. Итак, тем, кто досмотрит видео до конца, я обещал рассказать, почему в британском английском и американском английском разные слова футбол. Рассказываю. В английском языке футбол – это футбол. И это та игра, которую мы все любим и смотрим по телевизору. У американцев же есть свой футбол, который англичане называют American football – американский футбол. Но американцы свой футбол называют футбол. А тот футбол, который любим мы, американцы называют soccer. То есть все зависит от того, о каком спорте идет речь. Если американец говорит о европейском футболе, то он говорит soccer. Если англичанин говорит о европейском футболе, он говорит футбол. Если американец говорит о своем местном футболе, он говорит футбол. А если англичанин говорит об американском футболе, он говорит American football. Надеюсь, вы не запутались. И еще, если вы хотите, чтобы я продолжил рассматривать спортивную лексику на моем канале, Поставьте всего лишь 20 лайков, и я с удовольствием продолжу эту тему. А пока можете начать мое прошлое видео о трудных словах в английском языке, которые похожи на русские слова, но переводятся совершенно по-другому.